Позаботиться о своей жизни и о безопасности пассажиров, обратить внимание на необходимость пользоваться ремнем безопасности и детскими удерживающими устройствами. Об этом еще раз напомнили сотрудники Сморгонской госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Берегите детей». Совсем недавно закончились зимние каникулы у школьников, и маленькие пешеходы вновь массово вышли на улицы. Это значит, что водителям нужно повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах, а также соблюдать правила безопасной перевозки юных пассажиров. Родителям же следует повторить с детьми правильный алгоритм действий при переходе дороги. Даже на зеленый сигнал светофора, а особенно на нерегулируемом пешеходном переходе, остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и остановились, и только потом начать движение. Категорически недопустимо выбегать на дорогу, в том числе во дворах и на переходах. Берегите детей! Именно под таким девизом на территории нашей страны с 5 по 14 января проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в частности, на перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также на предоставление им преимущества при пересечении проезжей части дороги. Хотелось бы напомнить, что перевозка несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 12 лет должна осуществляться в специальных детских удерживающих устройствах. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 18.13 Кодекса об административных правонарушениях или счет наложения административного взыскания в виде штрафа в размере до 4 базовых величин. Три секунды на то, чтобы уберечь себя и своих близких от опасности и спасти жизнь. Именно столько времени тратит человек, чтобы пристегнуть ремень безопасности. Сегодня одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения является игнорирование ремней безопасности. К примеру, за 2023 год выявлено 263 таких случая в части перевозки несовершеннолетних пассажиров. К сожалению, две недели 2024-го не стали исключением. Я считаю, что это очень важно, пристегивать ремень, потому что это также и моя безопасность, и безопасность других людей на дороге. Но это довольно-таки важно. Если я иногда забываю пристегнуться, родители мне сразу же напоминают. А также, когда они пристегиваются, машина сама напоминает это звуком. У меня есть младший брат, и для него есть специальное кресло, называется буссель. И вот в нем он ездит и там также пристегивается. Раньше ездил я на буссере, а теперь ездит мой младший брат. Ремни безопасности и детские удерживающие устройства особенно актуальны в осенне-зимний период, когда на проезжей части образуется наледь, и количество аварий увеличивается в разы. На самом деле нет ничего ужаснее, чем судьба находящегося в автомобиле человека, который в момент дорожно-транспортного происшествия оказался непристегнутым. При резком торможении или столкновении водитель и пассажиры продолжают двигаться в салоне автомобиля по инерции, получая серьезные повреждения, ударившись о ветровое стекло, руль или щиток приборов. У пассажиров и водителей, пользующихся ремнями, при столкновении автомобилей на небольшой скорости в два раза больше шансов сохранить жизнь, а при опрокидывании в пять раз, отмечают специалисты. Уважаемые взрослые, будьте для детей положительным примером, соблюдайте правила дорожного движения.